от юрия лайфхак у меня была другая проходка пустотность гораздо сложнее пишешь на листочке можно пространстве вверх под ним пишешь низ тираешь вверх и не становится бессмысленным он перестает существовать показывая пустотную иллюзорную взаимозависимую природу всех понятий феноменов вот тоже отлично тоже лайк по тому что так или иначе выдаваться ментальная сеточка которая набрасывается на реальность каковую да она парная она в парах но это двойственность то самое да то есть если есть вверх то он относительно чего-то или по сравнению с чем-то значит должен быть вниз есть есть справа должно быть значит какое-то слева по отношению которому это будет справа это будет слева то есть останки топор и такая и нян такая парность да если что-то темное кто-то темное будет по отношению к чему-то светлому и наоборот уловили и поэтому если вот эти пары как бы дуальные рассматриваете таким образом то увидите их пустотность то есть их взаимообусловленность ну то что как раз в буддизме это прямо то основные принципы все взаимообусловлены ничто не является само по себе вечным постоянным самосущим каким-то независимым и автономным то есть такое сплетение которое происходит вот в каждый момент опять же да про момент возвращаясь в момент как вот это вот то в чем происходят эти все проявления вот что-то проявляется да она просто проявляется и потом это каким-то образом интерпретируется дается оценка то есть ум подключается такой как бы ум подключается называть это ощущение ах она мимолетная то есть вы даже смотрите ощущение такое возникает разной интенсивности вот он зарождается вот она прям сильно-сильно там как-то проявляется это ощущение и потом вот такой идет на спад потихонечку затухает и угасает так происходит совсем ну то есть со всеми вот явлениями формами звук появляется звук хоп проявился раз угас нету звука какая-то пауза тишина или появляется другой звук постоянно трансформация здесь это все происходит моменте а на что есть обратить внимание друзья то что все это взаимо обусловлено и все это в это пространство которое постоянное вечный момент он как будто бы не вовлечен в это все то что происходит но он является основой того что это происходит вы понимаете то есть если бы даже вы смотрите состояние беспокойства например возникает состояние беспокойства она не может возникнуть без покоя да то есть есть покой есть беспокойство . разность какая-то да такие разные потенциалы вот покой это мой сырье зародилась ой что же будет завтра и возникает эмоционально подключенную сюда ну тревожность какая-то я что-то успею или что-то не успею ну или метам хватит или не хватит но вот это начинается сюда сравнительное такое и вот это беспокойство которое возникает виде мысль а потом виде какого-то эмоционального фона уже до вовлечения она же не может быть без покоя как чего-то противоположного покоя ловили то есть она как бы из этого покоя возникает и когда кстати очень интересное когда вы замечаете вы обнаруживаете что появится беспокойство в этот самый момент это беспокойство когда она сознается она начинает растворяться потому что то что заметила это беспокойство это есть то самое внимание то самое пространство цель момент который всегда здесь и сейчас который является покоем то есть покой начать обволакивать обнимать это он это принимает вот не отталкивает он в это не вовлекается но это не отталкивает он это принимает обнимают обволакивают ну типа любовь короче говоря понимает и принятие поводу так идем дальше поэтому вот сравнение таких дуальных пар и рассмотрение их взаимосвязи показывает то что она как концепция ментальная только существует и не что сам по себе будет знаете грустное все не вечно и это пройдет в самом деле это просто такая интерпретация что то грустно и пессимистично вот просто так есть все кто тоже можно поменять это тоже такая мысль типа это грустно мы там и срока это писсимистичная тоже такая мысль то некая интерпретации того, что ну как бы вот оно появилось, вот оно исчезло, появилось исчезло. И это касательно всех объектов. Всего проявляемого оно как бы потом становится пустым, ну исчезает. Поэтому природа всего, она вот, как говорится, пустота. Но пустота не в том смысле, что это нечто пустое. Вот людей прямо задевает, особенно такие вот умы горячие. Как так? Очень хочется быть наполненным. И слово пустота их пугает, как некое противоречие. То есть пустоты не может быть без наполненности, а наполниться не может быть без пустоты. Но когда речь здесь идет о пустотности, здесь не говорится о чем-то противоположном наполненному. Здесь скорее всего вот именно об этой временности, взаимообусловленности и о том, что все друг с другом взаимосвязано и зависимо от множества разных факторов. Вовидимость. Так, идем дальше. Так, значит, кстати, вот Екатерина вопрос задавала, а у девочек считается, ну именно ввиду, что воздержание, вот это вот, целебаты и воздержание. Кстати, не могу сказать, да, девочки, какие у вас есть наблюдения, можете поделиться этим, в чатике тоже написать. Ну, то есть, у мужчин целебаты, как будто считается, ну, такое, типа, даже традиционное какое-то воззрение, такая вот концепция, монахи там, воздержание. А сейчас вот модно стало, я смотрю, в ютубе там прям много-много роликов, чем это полезно, там, с точки зрения науки и так далее, и так далее. Потом эти темки, которые про оленей там говорят, про эти вот бабы-стеры, вот сюда-сюда, вот у них тоже, это прям вот любимая тема. Иван Николенин. Так, в середине. Вот, кстати, хорошая притча от Юрия. Как-то раз, когда Будда вместе с Анандой, своим любимым учеником, кстати, это его брат, Ананда, это брат Будды, вышел на прогулку, один человек спросил его, есть ли Бог? Будда посмотрел этому человеку в глаза и сказал, нет, Бога нет, никогда не было, никогда не будет, выкни эту чепуху из головы, прекрати это, топит. В середине того же дня к Будде пришел другой человек, спросил, есть ли Бог? Будда сказал, Бог есть, всегда был, всегда будет, ищи и найдешь. Ананда пришел в сильное замешательство, так как помнил ответ, который Будда дал утром, но не имел возможности спросить, потому что вокруг было много народа. Позже, когда Будда, сидя под деревом, смотрел на солнце и обока, ему пришел еще один человек и спросил, есть ли Бог? Будда молча, одним жестом превосил человека сесть рядом, а сам закрыл глаза, они долго сидели вместе и молчали. Тогда человек поднялся, коснулся ног Будды и сказал, благодарю тебя за ответ, и ушел прочь. Когда Будда и Ананда остались одни, Ананда сказал, «В один и тот же день, на один и тот же вопрос, ты дал три разных ответа, почему?» Тогда Будда сказал, «Я отвечал не тебе». Почувствуйте, как это прекрасно. Это еще не весь ответ. Сейчас я продолжу. То есть, когда задает вопрос какой-то человек, ему конкретно дается ответ. Именно этому человеку, который задал вопрос. Другому человеку, который задает вопрос, ответ может быть другим. Поэтому цепляться за ответ, который дан другому человеку, тебе не стоит. Это все. Это очень просто. Будда продолжает. «Я отвечал не тебе». «Почему же ты пришел в замешательство?» Класс, да? То есть, она как бы примеряет на себя, и он как бы вот, это мое, это я, у меня концепция, у меня убеждения такие-такие. Почему такое противоречие? Это вот конфликт начинается, когнитивный диссонанс. Будда продолжает. «Первый человек верил в Бога и перешел не за ответом, а за подтверждением своей веры. Но все верования ошибочны. Знание-то нечто совершенно иное. Второй человек не верил в Бога. Он стремился, чтобы я подтвердил его неверие. Третий был подлинным искателем. Он стремился испытать, знаете ли, испытание, исследование, такое научное исследование. И он стремился, чтобы я открыл ему нечто. Потом я не стал отвечать ему, а просто предложил сесть рядом со мной. И нечто произошло. Ну, как вы помните, что там, они просто, ну, присядь, прикрыли глаза, посидели тихо, спокойно, и поседовали, есть Бог или нет. Вот прям в себе, для себя. То есть, ты сам задаешь вопрос, и сам, как бы, ну, на него отвечаешь. С помощью жизни. А жизнь есть ты. То есть, если ты в моменте, ты и есть эта жизнь. И то, что происходит в моменте, ты и есть ты. Потому что ты момент. Ситуации, обстоятельства, люди, книги. Вот этот стрим. Это тоже есть ты. Если у тебя есть вопрос, то ты вот сейчас прямо получаешь на него ответ. Сам отвечаешь. В виде жизни. В виде проявлений жизни. В виде таких проявлений жизни, как вот, ну, типа, сенсей. Окей. Но все это происходит где? Это все происходит тебе. И если ты не держишься за какие-то концепции, за какие-то убеждения, ты открыт, то ответ обязательно будет. Потому что это ответ есть ты. А в тебе есть все. Тебе нечего искать где-то вне себя что-то. За пределами. Потому что нет никаких пределов. Ни кого я, ни кого себя. Поэтому ты можешь прикрыть глаза и посмотреть. Есть Бог. Нет Бога. Видишь? Есть Бог. Это мысль. Нет Бога. Это мысль. Когда ты утверждаешь, что есть Бог, ты веришь в мысль. Есть Бог. Когда ты говоришь, нет Бога, ты веришь в эту мысль. И Бога нет. Но так ли это? Опять же, да, вот эта вот дуальная пара есть, нет. Существует, не существует. Бог, не Бог. Это просто мысли. Просто мысли. Но ты, то мысли. Ты, за этими мыслями. Мысли возникают, исчезают. Возникают, исчезают. Причем они могут меняться. Ну, допустим, взять пример. С СССР. Были периоды, причем неоднократно какие волны, полебания, качели, маятники. Была вера в Бога, не была вера в Бога. Ну, полная отрицала. Атеизм, туда-сюда, материнизм. Ричард Докинс, Александр Невзоров. Вот это все. И вот так вот оно было. Волнами. Вера в Бога. И неверие в Бога. А по сути, где это все происходило? Где это все происходит? Это все происходит в ментальном плане, как продукт ума. Больше нигде. Просто слова. И можно пользоваться. У них нет ничего плохого. И вот история про Будду, она как раз об этом. То есть, в зависимости от уровня понимания, в зависимости от того, на какие мысли человек опирается, на какие идеи, на какие утверждения. Вот там и выстраивается вся эта лексика. Ну, вот эта терминология вокруг этого. Для того, чтобы пошатать эти скрепы. Для того, чтобы попробовать развернуть человека на вот эти вот его же убеждения, такой вот сомнением, да? Такой с критическим мышлением. А правда ли это? А так ли это на самом деле? Посмотри, что это? То, что ты сейчас проговариваешь, во что ты веришь и как тебе к этому эмоции подключаются, как у тебя пена уже изо рта бежит. Я за, я против. Что это? И как это возникает? Для этого надо просто, ну, тишина. Вот, когда человек пришел, Будда увидел, что этот человек уже не опирается на свои мысли, он им не верит. и он ему предложил просто посидеть в тишине и поисследовать, есть ли Бог или нет Бога. Это вот, да? Где это? Где это находится? И все, это не двойственность. Потому что покой, он существует до мыслей. Ну, опять же, покой это тоже мысль, да? Скажем так, вот это слово покой, которое указывает на это до состояние, состояние, и в котором появляются эти мысли, в том числе Бог, идея Бога, идея отсутствия Бога, они как бы одинаково там появляются и исчезают. Или переходят друг друга, как я уже рассказал о своей личной истории, да? То я верил в Бога, то я не верил в Бога, то я опять верил, то опять не верил. И вот так вот. Ну, пока наконец-то не произошло понимание, скажем так. Представляете? Мне 52, и, допустим, два года назад только произошло. То есть, полвека мне потребовалось для того, чтобы, ну вот, увидеть, как это все обстоит на самом деле. Так, читаем дальше комментарии. Михаил пишет. Вот лайфхаки от Михаила, который сейчас практикует целебат. Так, друзья, тут присоединяйтесь. Окей. Первое. Ставишь цель и цели. Это и физкультура, и прогулки в стиле сенсей, рабочие цели и мечты. Про прогулки сенсей, кстати, да, могу отдельно сделать стрим или видео. Пишите комментарии. Надо вам про прогулки побольше видео? Вообще, понятно, идея прогулки, для чего это? Почему это святое занятие? Второе. Не считаешь дни, это не соревнование с кем-то, это соревнование с собой. Не гордишься. Вот, там не гордишься, можно было на первом месте поставить. Что-то, ты гордынька, она как раз начинает эти соревнования, эти конкуренцию, достижения, чего-то там. Это хочу, надо достичь. И цели тоже она ставит, кстати говоря. чаще всего в этой гордыне умственную. Дальше. Третье. Не смотришь и не думаешь о любой клубнике. Увидел, есть 3 секунды перейти внимание. Ну, нормальная техника, да? Как-то с глаз долой и сердце вон. Что-то появляется, таки раз, ну, отметили и не вовлеклись. Оп, не смотрите туда. Нормально работает. Опять же, вы управляете своим вниманием. То есть, оно не бегает, захваченное какими-то феноменами, да? Ну, как вот реклама, на чем основан? Или политика. Что там? Секс, наркотики, рок-н-ролл? Нет, немножко не то, да? Там секс, зверушки, детишки, ну и все. И внимание там вовлечено. И человек там уже кролит, листает и смотрит. Итак, кстати, вожделение также можно рассмотреть, как и мысль. И, не вцепившись с него, дать ему побыть. Оно само растворится. Интересное наблюдение тоже. Вот, читаю Михаила и вижу, что человек прям вот, да, практикует это. Не просто видно, когда комментарии пишут люди, которые, ну просто начитанные, скажем так, эрудированные, интеллектуально подкованные в тени. И видно, когда человек это как бы через себя пропустил это знание, это становится опытом, это видно прям, чувствуется, ощущается. вожделение, рассмотреть, как мысль, да, вот это тоже очень важный момент, то есть, прежде чем бороться, отказываться от чего-то, отсекать, бросаться в эти крайности, рассмотреть вожделение, как мысль, почему это вообще возникла, мысль, на чем она зиждется, на чем это она утверждается, вот это вот, ну, сексуальное вожделение. Может это в социуме, в обществе, оно как бы так вот принято, оно насаждается, скажем так, это потихонечку это просто начинает идеей, концепции мировоззренческой. То есть, есть само собой, да, инстинкты у зверушек, да, у животных, но, помимо того, что есть приводинстинкты, есть еще и социальные инстинкты, опять же, да, еще какие-то нормы, которые пропагандируют, активно внедряются в жизнь. Так, четвертое, на женщин либо не смотришь, либо воспринимаешь как сестер, либо себя в роли телохранителя, а на объектах охраны, ну, то есть, такие разные лайфхаки, ну, или как выражение красоты, природы, цветок, который срывать не надо. Вот, кстати, тоже хорошо, тут и идея Ахимсы, не насилие, есть красота, то есть, она просто есть, она, не до этого должна быть сорвана, захвачена, как-то себе, там, экспроприация, то есть, вы не должны, просто достаточно того, что вы, как бы, это есть, окей. Пятое, две недели, примерно, самое экшн состояние, ты резкий, порой гневный, огненный, ну, есть такое, вот, когда происходит борьба, так и хочется вонзить свой кинжал любви, состояние ножен, не волнует, потом просадка по настроению, несколько дней, потом возникает та самая батарейка, ну, когда вот идет такая перезагрузка, глаза светятся, плечи расправлены, ты сила, ты сила, ты здоровья, ты очень разборчивый, сволочью становишься, тут, наоборот, как бы ты, сволочи, уже перестаешь быть, сволочи, это то, что волочит, все что, не попадя, не волочится, затем, чем не попадя, просто разборчивым становишься, так как узнал силы, а, б, куда, и кому давать ее желание, нет, вот, видно, что это из опыта пишется, научные исследования, что в Америке, что в СССР были результаты однозначны, правильного сдержания на пользу, правильного, вот это слово правильное, но тут очень уместно, просто, если организм забит, то результат будет несколько позднее, танцесские прогулки способствуют увидеть эту свинью внутри, которая трансформируется в дикого мустанга, на котором уже мчишь куда твоей душе, Люба, аскезы, это не про ограничения, это про нахождение силы трансформацию, может не с первого раза она получится, написание своего опыта, вот еще, точную Михаилу, ну, что и так заметно, так, а вот и Сергей прибыл, привет, Сергей, привет, ну, что, давай, подключайся, у нас же все-таки процесс идет, ноутинга, какой сегодня день, шестой, седьмой, сегодня седьмой день, сегодня день не практики, не делания, мне вообще хотел немножко сказать по поводу вообще практики, мне вообще приятно удивило, что она очень хорошо зашла, там ребята очень так серьезно практикуют, и хорошая такая хорошая обратная связь, спасибо большое, это и мне приятно, как бы, что не зря, что-то делаю, и вам полезно, потому что это закрепляется, обратной связью, закрепляется вот тот результат, который получен, вот, мне очень приятно, и я думаю, что может быть как-нибудь, через некоторое время, мы так с периодичностью какой-то будем повторять, такие интенсивы, вот, посмотрим, что может быть как-то формат поменяем, может быть, какой-то в отдельный чат вынесем, на будущее, то есть, как бы, спасибо большое, будем продолжать. Ну вот, что еще такого интересного, интересно, что, ну, ребята, как бы, продвинутые, и очень хорошо пошло, так, некоторые там даже наперед, наверное, на один-два дня, вперед, предвидели, что будет, вот, и для тех, кто пробовал, и ему не зашло, я хотел сказать, чтобы не отчаивались, это, во-первых, очень простая практика, во-вторых, если вы ее хоть раз попробовали, она у вас в голове осталась, придет время, она у вас плывет, она у вас работает, и эффект будет такой, который нужен, так что, ничего страшного, если вы ожидали какого-то там вау-эффекта, но ничего такого не было, ну, практикуйте дальше, запомните практику, придет время, будет вау-эффект, такой, какой у других ребят есть. Ну, вот, в принципе, как бы, все, у нас там процесс идет, у нас еще три дня, в течение трех дня, сегодня, как бы, такой уже, мы дошли до самой верхней точки, а потом уже будем собираться обратно, чтобы уже как-то прийти в себя обратно, вот, поскольку, ну, наша задача не просто, уйти куда-то там в пустоту и там пребывать, достичь архатства и забыть о бренной земле, то есть, эта идея была когда-то, но она не самая совершенная, то есть, нам теперь, когда мы дошли уже туда, до пустоты, нам теперь нужно, зная, что есть пустота, что есть блаженство, вернуться обратно там, на грешную землю, и мне вот это нравится, такое выражение, как искусство жить в двух мирах, то есть, вот это, к чему мы идем, это вот путь бодхичитты, вот, или бодхисаттвы, вот, то есть, человек, который достиг предела, он возвращается обратно, в обычный мир, носить воду, лобить дрова, не забывая о том пределе, в котором он все-таки находится, вот, поэтому, в последние, вот эти три дня, мы уже завтрашнего дня, начнем собираться обратно, вот, в реальный мир, в котором мы живем, и, вот, 10 дней нашего интенсива, как бы, будут завершены. Вау-эффект, наверное, был у людей сегодня, когда они поняли, как-то, точнее, даже не поняли, не поняли, задание, ничего не делать, вот, можешь поподробнее рассказать про это задание? Да, это вообще очень интересное задание, потому что, ну, оно, оно выбивает нас из типичного вообще представления обычной жизни, да, то есть, в обычной жизни у нас есть некое представление, что внутри нас есть некоторый деятель, который вот делает, он делает, в принципе, все, он живет, и, в том числе, он делает медитацию, да, то есть, он делает практику, ну, в действительности, мы же делаем практику, как бы. Проблема в том, что пока есть вот эта некая двойственность, что есть некто, который что-то делает, чтобы достичь чего-то, оно еще не до конца совершенно, то есть, есть все равно, хоть мы можем там уже видеть и покой, и пустоту, и еще что-то мы можем видеть, но, тем не менее, у нас в голове все равно еще есть некая раздвоенность, у нас есть представление о том, что я, о том, что есть практика, и что я вот эту практику делаю. И вот, сегодняшний день неделания, он выбивает уже последнюю основу под вот эту идею о том, что у нас есть нечто, что делает что-то, и мы попадаем в такую безопорную среду, где все происходит, где нету объекта-субъекта, где нету практики-непрактики, вот, по-моему, Юрий задавал вопрос, да, что лучше там быть объектом-субъектом, какой-то у меня такой вот вопрос. Сейчас найдем. Вот, тоже интересный вопрос в том, что вот это как раз вот это последний порог, да, когда человек уже сомневается, вот, есть я, есть Бог, вот, вроде бы достиг, не достиг, вроде бы уже пустота, не пустота, или проявленность, и пустота, то есть уже вот эти Броуновское движение уже такое короткое, там, я пустота, или я проявленность, вот, и вот хочу, как бы, обрадовать, что и не то, и не другое, то есть, если вы уже хотите достичь прям совсем-совсем, то нужно принять то, что мы и не пустота, и не проявленность, и вообще, в принципе, это как-то назвать, обозвать, обозначить невозможно, и вот в этой вот непонятно чем, вот, это пребывать, как бы, при этом жить в обычном мире и жить обычной жизнью. Юрий нашел эту цитату, смотри, значит, получил ответ от Сенсея Сэмпая по воздушному вайфайу. Моя природа пустота, как основа для любой полноты иллюзии, поэтому лучше быть этой пустотой, чем медитировать на вечно изменяющуюся иллюзию. Лучше для ясности оставаться в абсолютной неясности и неопределенности, чем пребывать в любом, даже наивысшем знании. Красиво. да. Юра хорошо прям пишет такие замечательные. Талант, талант. Да, и ты правильно подметил, Сергей, то, что некоторые у нас матерые ветераны, они прямо как будто бы чувствуют, да, что дальше будет происходить, и такие закидывают эти вопросики, пытаясь немножко опередить, да, а что дальше, а что дальше. Кстати, вот эта вот мысль, а что дальше, недавно тоже консультацию проводил с одним человеком, и он там тоже и випасану проходил, и йогу, и практики сихазма, и люди, ну, как бы все уже понятно, все вижу, все это самое. Но мысль, а что дальше, она такая, как бы, начинает опять приносить это беспокойство, тревогу, что-то я не так делаю, меня опять обманывают, их куда-то не туда ведут, все какую-то фигню говорят, вот, все эти пророки, гору, лже-гуру, вот, и, а на эту мысль, то, что дальше, он не обращал внимания, то есть, вот как интересно, то есть, вроде бы все ясно, все понятно, что это все не я, а вот эта вот мысль, что дальше, она как будто бы такая, не замечается, а эта вот мысль, что дальше, она как бы, такая же мысль, как все остальные, до этого, то есть, ну, вы уже как бы не здесь сейчас, вы уже не в моменте, когда эта мысль приходит, захватывает, и вы такие, а что же дальше, правильно? Да, мысль о просветлении, мысль о просветлении, когда же случится это просветление? самое важное слово, вот, священное слово, вот, так, друзья, если у вас есть вопросы, а я так думаю, должны быть какие-то вопросы, по практике, смотрите, Сергей здесь, все, он пришел специально, чтобы ответить на ваши вопросы, так, Марат здесь, Андрей здесь, Павел, Елена, Себастьян, Ольга, если у вас вопросы по практике, ноутинга, вот, Сергей, он может вам прямо тут же ответить, поднимайте руки, нажимаю кнопку, включаю микрофон, и вот они, хопочки, проявляетесь здесь, сейчас, ну, кто, Андрей, так, есть Андрей, поймали человека, хоп, подсекли, тащим, Андрей, в эфире, пока не слышно, давай, нажимай там все кнопки, какие у тебя есть, ну, там, типа, камера, микрофон, вот это вот все, ага, 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 есть, у меня, я, ноутинг, услышал только здесь, у меня, по, богу, по богу вопрос, я расскажу свою историю, а потом уже все остальное, кто разговаривает с богом, вот, внутри себя, из вас, у меня такой вопрос, кто-нибудь разговаривает, я не разговариваю, ну, вот, я посмотрел, Антона Мажирина, ну, решил попробовать, ну, он представился, в один, я не знаю, кто это, что это, но, я начал с ним разговаривать, он начал отвечать, на мои вопросы, на что-то отвечает прямо, и это, как сказать, совпадает с реальностью, так сказать, но, есть, материальные затруднения, которые нужно исправить, в ближайшее, самое ближайшее время, так сказать, уже, надо было вчера, до сих пор, этого ничего нету, он, отвечает уклончиво, все время, ну, ладно, я его спросил, а кто такой я, что такое я, он мне показал, маленький кусочек, энергии, вот это говорит ты, ты есть энергия, сознание, ну, я так понимаю, что, это я к тому, что, я видел твое видео, сенсей, когда, ты гулял, и говорил про, пустоту, что, тело находится, в сознании, и, вот этот кусочек энергии, к нему, сходятся, все, человеческие, эмоции, боли, все, туда сходится, стекаются все, и он получает, как бы, через это сознание, наше понимание жизни, так сказать, я до этого еще пробовал, стать ничем, и когда я это делал, и после твоего видео, у меня получается, я становлю, я ощущаю себя полкой, шкафом, этим, как сказать, деревяшкой, я это ощущаю, но я при этом, я не вижу своего тела, в этой, в пустоте, я вижу, ощущаю, там ветерок на улице, все, но, тело, я, как таковое, не вижу, я вижу диван, на котором сижу, а тела, как будто, нету, это к тому, что, мы не тело, мы не мысли, мы не, что, вот как это, объяснить, с одной стороны, все понятно, а с другой стороны, ничего не понятно, и его обмечания, постоянные, вот, вот, чуть-чуть, подожди, чуть-чуть, еще немножко, это кто? это Бог говорит, прям так и говорит, что-то пропал, алло, осталось ему, немножко, подожди, Андрей, уточняющие вопросы, да, давайте, как бы, Бог тебе обещает, чего-то? да, как это происходит, в виде чего, письмо прислал тебе, или может по электронке, или по почте, или позвоним, голосом, я разговариваю, так же, как с тобой, только в голове, ага, так, и он прям говорит, да, голосом, да, моим голосом, да, а, твоим голосом, угу, и говорит, что, подожди, еще немного, все будет хорошо, да, все, все, все ты получишь, все это уже есть, ага, а как ты отличаешь, что это именно Бог, говорит? Ощущения в теле немножко другие, какие, как тебе сказать, как, типа, объятия, типа, улыбка внутренняя, не, вот когда улыбаешься, мышцы работают, лица, а это изнутри, как будто изнутри, со стороны рта, идет улыбка, не снаружи, а изнутри, внутренняя улыбка, как будто он улыбается, но, он иногда, я вообще не знаю, что это, за сущность, или, что это такое, или, мой ум, играет так, но, бывает такое, что, я его спрашиваю, Бог, ты здесь? Он говорит тут же, а где же я должен быть? Я всегда с тобой. А иногда, по несколько дней, как бы, он отсутствует, и это было пару раз такое, что он отсутствовал, как сказать по-простому, как бы, уходил на учебу, или на планерку, потом у меня пришли мысли, что этот Бог, который у нас здесь, он маленький Бог, ранг маленький, не сам высший создатель, а именно, в нашей трехмерности, четырехмерности, где мы находимся. Ну, окей, окей, такой поток сознания, я понял, Андрей. А вопрос-то какой? В чем вопрос? Ты про Антона Мажорина рассказал, потом еще чего-то, ну, давай сформулируем. С кем я разговариваю? С кем я разговариваю? Вот смотри, я тебе сейчас какой-то дам ответ, и ты либо поверишь в него, либо не поверишь, так же? Ну, в принципе, да. То есть, ты ищешь подтверждение каким-то своим, ну, убеждением, не так ли? А мне все равно, как бы, ну, вот, как сказать, нет, с любовью, состраданием, то есть, но я не хочу поддерживать какие-то твои убеждения, понимаешь? Я тебе скажу, как есть. Ты разговариваешь сам с собой, вот, это просто все мысли у тебя. Маленький бог, немаленький, ушел на планерку, пришел, вернулся, траля-ля-ля, просто такие мысленные продукты ума, понимаешь? Ты просто там гоняешь, и все, ты гонишь. Ну, я хотел услышать человека, который разговаривает с Богом. А, найти себе, так сказать, коллегу, да? Ну, то есть, да. Ага. Да. Чтобы что? Чтобы узнать больше по этой теме. А как ты больше узнаешь? Ну, есть такие люди, да, я вот тоже скажу, разговариваю с Богом, ну, и ты ему поверишь, да? Сопоставления будут? Да, да, да. Сопоставления. То есть, ты пытаешься, как бы понять, кто же такой Бог, да? И с кем ты разговариваешь, на самом деле. А то, что тебе сейчас сказал, это как бы, ну, ты не понял, да? Не принимается. Я тебя понял. Понял? Ну, это мысли просто. Ты их называешь сущностями. Сущность, это тоже мысль. Вот и все. Ну, просто диалог же внутри идет. То есть, мы можем разговаривать с Богом, а можем разговаривать со своей супругой, которая сейчас на работе, в данный момент ее нет, но я могу с ней разговаривать тоже. Она говорит, я ей отвечаю вот так, особенно, когда люди скандалят, ругаются, у них вообще такие говоруны становятся внутри. Говорят и говорят. Постоянно. Такой сериал у них там. А ты вот с Богом решил поговорить, видишь, у тебя другой сериал, божественный сериал. Но это ничем не отличается от любых других сериалов, понимаешь? Ну, пока, наверное, нет. Но ничего страшного, это нормально. Ладно. Будем искать дальше. Да, будем искать, как в сентябре. Ладно, будем искать. Спасибо. подожди, 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 Андрей, а Сергей же, может быть, он разговаривает с Богом, давай у него спросим. Я задал вопрос всем, кто присутствует. Может быть, кто-то ответит? Вот, я не только ведущему задал вопрос, а именно всем людям, которые... идем. Поэтому, в лучшем случае, это все внимательно нужно исследовать, заглянуть под маску всем персонажам, узнать, кто там скрывается, какова их природа, объединит это все и не заниматься ерунтой. Ребят, в таком случае, именно в таком случае, мы все занимаемся херней. Каждый в меру своей испорченности, попросту говоря. Мы чего-то хотим, чего-то добиваемся и все занимаемся ерундой. Спасибо за внимание. Рад был вас услышать. Всего доброго. Так, вот такие у нас сегодня разговаривают с Богом. Ну, чего еще нужен человек, кто вообще, я не знаю, в этом мире. Человек с Богом разговаривает. Все уже и подостиг всего напрямую. Но вот чего-то беспокоит все равно. Так, кто еще сегодня может или хочет задать вопрос. ну где же ваши ручки? Ребята, смелее. Павел, Ольга, Елена, вот Артем, я вижу, здесь пришел. Артем, привет. Марат, Марат, по-моему, всегда есть что сказать. Так что, давайте. несмотря на то, что вот этот момент вечный, да, время ограничено, стрим заканчивается. Вот, и будете сидеть и ждать до следующего воскресенья. А можете сейчас спросить. А у нас уже седьмой день практики, соответственно, осталось еще три дня и практика ноутинг завершится. И вы можете что-то не узнать. Так, вот и Вика. Вика Тори, привет. Задавайте вопросы, как ноутинг продвигается у вас? Что там заметили, подметили? Вика Тори, Ну, видимо, вопросов нет, Сергей. Я смотрю, публика сегодня у нас такая молчаливая, созрцательная. Наверное, практикует. Сегодня, да, практикует, наверное, все. Не делают? Не делают, да, такие. Нет, я не деятель, я не говорю, я не спрашиваю. Ну, окей. Итак, тогда давайте подведем итоги. Три дня, да, остается, Сергей, у нас занятий? Все, снимаю. У тебя микрофон пропал. Да, три дня осталось. Мы будем возвращаться в реальную жизнь, подбивать итоги и смотреть, как дальше мы будем эту практику использовать, как ее вообще применять, что делать, потому что, ну, в принципе, это интенсивная штука довольно. на таких оборотах постоянно находиться нельзя, вот, поэтому подобьем итоги и посмотрим, как дальше будем уже действовать. его часто напомнило, хотел тоже вот эту мысль озвучить тоже, что, ребят, смотрите, сейчас в нашем современном мире все достаточно такое быстрое, такое все оперативное и, может быть, с одной стороны, это неплохо, когда такие интенсивные курсы, четкие формулировки, такие конкретные, какие-то лайфхаки, но представьте, что нужно провести глубокую трансформацию, эту личность рассмотреть, а потом это интегрировать еще, то, что обнаружится, с тем, что есть, и на это требуется какое-то время, то есть, если в течение долгого времени у вас формировалась определенная структура мировоззренческая и вы этим жили, были с этим эго сращены полностью, то теперь все это растворяется, расслабляется, это не происходит моментально, хотя есть моментальное озарение, прозрение, но опять же, они не моментальные, это только так кажется и видится, что они моментальные, никто не знает, что там в основе этого айсберга, то, что невидимно и почему это так произошло на верхушке, то есть, что сподвигло к этому, так вот, я к чему это говорю, в традиционных практиках, ну типа там монастыри всякие, буддийские, христианские, там люди одну практику практикуют годами, то есть, понимаете, вот этот ноутинг, например, там бы не 10 дней шел, да, дал батюшка задание, или кто там отец, настоятель, вот это делай год, сыночек, все, иди в келью и работай, читай святые писания и вот этот вот ноутинг делай постоянно, каждый день, утром, днем и вечером, в течение года, потом придешь, ну или как милорепа, да, пришел, указание получил и ушел там работать с этим, никаких тебе 10 дней, поэтому вот это вот, обратите внимание на то, что когда мы хотим прямо быстрого результата, ну как бы, логично предположить, что вот эта сама мысль, то, что хочу быстрого результата, где же он, почему это не происходит, это просто какая-то назойливая мысль, тоже прибегает, в виде беспокойного ума, просто проявляется, и все, просто посмотрите на это, как типа, мысль такая, тоже включите ее в рассмотрение, и вспомните истории про милорепу и про старцев, которые в кельях сидят и годами одну и ту же Иисусу молитву повторяют, и ничего новенького там, просто Господи Иисусе, помилуй меня грешного, все, больше нет ничего, и все происходит вот именно так, в течение времени, потихонечку, постепенно укореняется, такая база, фундамент, наслаивается, все вот это вот, пропитывается, потому что, ну какой смысл в том, что если вот моментально что-то произойдет, такой, ха, проблеск, озарение, темный ретрит, три дня посидел, бомбануло, вышибло меня, я все понял, надолго ли это, то есть, если это ни за что не держится, ни на чем не укоренено, оно же потом, и опять все вернется в свою колею, вот эти все, обломные схемы мышления, и останется некое, а я вот это делал, а я вот это делал, и тут мне было пробуждение, ну и что же вот так, это с этим пробуждением, теперь грустите, по нему скучаете, вот такое наставление, то и к чему, то что, не торопитесь, не бегите впереди паровоза, все приходит, когда нужно, как-то так, как-то так, ну что, что да, друзья, на сегодня, на сегодня, все, до новых встреч, пишите комментарии, Сергей, рад был тебя видеть, тоже рад, то что в добром здраве, вот у тебя какие-то лучики, солнышко так падает, это классно, сегодня вообще чудесный день, такой теплый, птички поют, я окно закрыл, конечно, но там поют птички, класс, класс, слушай, ты видео записал, про краеугольный камень, давай, просто будет чуть покалякать, это ты что-то, какую-то стройку там делаешь себе, да? Да, да, ну я как бы построил один дом, сейчас решил еще один построить, здорово, то есть ты прям сам строишь там? Вообще один, да, я и беденомешалка, офигеть, офигеть, а заодно еще и видео записываешь, да, просто, ну уникально, почему, потому что, ну как бы, это же нужно на примере показать, вот, и вещь, ну действительно такая вот прикольная, то есть, я когда вот в детстве, там, ну в юности читал, вот этот краеугольный камень, ну так, ну понятно, что что-то там важное, крутое, пока вот со стройкой не, не столкнулся, что когда нужно заложить, вот именно здание, вот, ну там, грубо говоря, это обычное здание, четырех, с четырьмя углами, вот на эти углы уходит, огромное количество времени, то есть нужно, во-первых, выбрать камни, четкие, как бы по геометрии, потому что от них все будет отталкиваться, если они будут кривые, косые, то вообще потом, не соберешь то здание, плюс вот эти все диагонали, то есть, ну, там уходит полдня на то, чтобы правильно их четко выложить, там, вымерить, ну вот когда ты вот эти четыре камня выложил, натягиваешь между ними, там, шнурочки, и все, и просто уже в тупую ложишь, 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 уже не задумываясь, то есть ты знаешь, вот, от этого камня до этого камня, натянута шнурочка, под нее ложишь, все, она уже, уже работа идет автоматом, то есть, вот, да, большое значение достройки имеет, ведь от него потом будет зависеть, будет ли ровная стенка, будет ли она кривая, косая, будет ли крыша, потом кривая, косая, потом, соответственно, когда плитку будешь ложить, у тебя там плитка криво будет ложиться, как бы, то есть, ну там, все от этого зависит, так что, вот я так пользуюсь уже этим случаем, как бы, записал такое короткое видео, потому что, ну, не каждого закладываешь фундаменты под здание, вот. Ну, вот в этих писаниях, они же тоже опирались на какие-то образы, которые, ну, скажем так, ну, понятные, что ли, тем людям, да? Ну, там они самые практичные, то есть, там, как бы, в те годы люди всегда постоянно что-то строили, что-то строили, Ихологии не такие же были, как у нас сейчас там, ровные камушки, там, пиленные пилой, это же в каменоломнях, просто выламывали какой-то кусок камня, подбирали, там его выбирали, и раствора там, цемента, все-таки римляне изобрели, а в Израиле, просто там, я не знаю, там глина, скорее всего, глина, камень, вот это не сели, навоз, не пили, то есть, там вообще, как бы, это очень решающий момент был, насколько ты там чуть-чуть где-то закосил, и оно не успело достроиться, и уже упало, то здание, поэтому, такое, да. Ну, вообще-то метафора, вот это сравнение с каким-то строительством, с архитектурой, это же, такое, очень древнее, традиционное, каменщики, вольные, да? Ну, да, храмы строили, лавилонская башня, да, эти храмы все, да, поэтому опираемся на то, ну, опять же, уровень понимания, чтобы был у людей, ну, практичный, понятный, в виде иллюстрации, чисто педагогика, и поэтому опираемся на то, на что мы можем, ну, опереться. Появляются разные термины, которые непонятны, то есть у людей не встречаются, или в детстве не встречались, или у людей не встречаются, типа, сочитананда, блин, что такое, какое сочитананда, оно может как бы немножко завести в какое-то либо замешательство, либо какое-то там свое представление об этом появится, поэтому языки, они должны как раз вот подбираться либо по уровню понимания, либо, ну, отталкиваясь от того, вот, какими категориями мыслит человек. Ну, да, даже вот во времена Будды же уже, по сути, существовало два языка. Будды уже говорил на поле, это уже, то есть санскрит, это уже был для них уже древний язык, то есть вот это вот язык, который в бытовом не использовался употребление, они уже перешли на поле. И вот история из жизни Будды, когда пришли какие-то там особо фанатичные его последователи и стали упрекать других учеников, что они не на санскрите рассказывают людям, а на поле. Вот, и дошли до Будды даже и жаловались, то есть санскрит, это священный язык, то есть, ну, вот, как сейчас, допустим, там, латынь, да, чего это он не на латыни-то молится и проповедует, а почему вот на обычном языке, на котором вот обычные там доярки разговаривают. И Будда говорит, дхарма проповедуется на понятном для человека языке. Все, то есть на том языке, то есть это не только имеется язык, смысл, лингвический, да, то есть, что вот, ну, мы там на русском языке или на английском проповедуем, а еще язык, в смысле, вот есть психологический язык, религиозный язык, научный язык. То есть, если человек там, ну, хорошо знает там санскрит и восточные знания, да, можно там это садчитананду, да, а если он вот в селе как бы и никаких там интернетов, садчитанантов, там не знает, то, ну, на его языке как бы это и говорится, что вот, как там, вышел сеятель в поле сей, да, да, вот, ну, вот на этом языке как бы и проповедуется, без садчитанантов всяких там, или вот. Рыбакам про рыбалку. Рыбакам про рыбалку. Лавцы человеков. Да, осеятелям про, да, эти вот зерновые и бобовые. Это очень важно, вот, ну, как бы, знать вот этот, и тот же психологический язык сейчас распространен, да, то есть, можно ту же дхарму на психологическом языке изложить, есть такие люди, вот, без каких-то там сложностей в изучении там поли или санскрита или там тибетского языка, если тибетский человек знает, конечно, можно и на тибетском, а их нету, зачем вот это морочить человеку голову и себе забивать мозги, и говори на том языке, на простом, это же все очень просто, то есть, это для нас там садчитананда, там, боже мой, там, что-то такое высокое, духовное, а для тех людей же обычный, ну, бытовой язык, причем он даже был намного проще, чем наш язык, там было терминов намного меньше, как бы терминология была более скупая, чем в нашем современном языке, вот допустим, у нас там есть, мы там делим там сознание, сознание, присутствие, у них там одно слово пометование, оно означало практически все, там и осознанность, и осознание, и медитацию, и все, все, пометование, все пометование, и все, поэтому, и люди с этим одним словом вполне нормально просветлялись, и жили без вот наших вот сегодняшних таких тонкостей, концептуальных, там, где выискивают, правильно ли это слово, там, употреблять, или вот, ну, у нас сейчас язык более сложный, чем, да, а еще обнаружили, что есть сознание, есть подсознание, и в бессознательном уровне, да, и подсознание, и бессознание, да, ну, это тоже язык, как бы, то есть, ну, человек же все равно, как бы, эволюционирует, как бы, он обнаруживает там в себе какие-то вещи, как бы, это нормально, вполне, вполне нормально. Сергей, а вот вопрос, краеугольный камень, в строении здания, да, и дхарма, ну, вот мы сейчас возьмем, попробуем это смешать, как они друг с другом, можно их как-то связать, в чем тут, сходство, или различие, ну, не то, что сходство, это, в принципе, об одном и том же, как бы, если так разобраться, да, то есть, ну, вот, к примеру, да, как мы вчера уже разобрались, там, в чате, да, краеугольным камнем, в христианстве, назван сам Христос, но не в смысле, исторический Христос, который жил там, 2000 лет назад, а именно тот Христос, который живет во всех людях, изначально, по праву, создания, да, то есть, как бы, вот, вот, вот этот способ, вот, и если его отыскать в себе, вот этот, первоначально, вот этого Христа, то на этом можно уже строить, а, допустим, вот, ну, очень близкая, допустим, даже в терминологии, это, тибетский буддизм, да, там, вот, три, три завета Гарабадоржи, которые, вот, основа тибетского буддизма, да, первая, первая заповедь, найди свое изначальное состояние, да, ибо узнай свое изначальное состояние, второе, не оставайся в сомнениях, а третье, распространи это состояние на все сферы своей жизни, да, ибо пребывай в этом, мы берем, ну, слова Иисуса Христа, который говорит, что, там, ну, найдите меня, верьте меня, и пребывайте во мне, все, вот те же, три завета Гарабадоржи, только по-другому, обозначены, то есть, можно по-тибетски сказать, ну, изначальное состояние, можно по-христиански, там, сказать, что это, ну, дух Христов, который в нас, там, ну, можно по-научному, там, сказать, то, там, ваше сверхсознание, или еще что-то, то есть, суть-то, не в названии, не в концепции, это все равно, сама суть, она за концепцией, это стоит, за этим названием, как это ни назови, оно все равно, не будет тем, чем оно есть, как бы, да, как бы, да, о которой высказано, оно не есть, да, это не то, что, вот, ну, для меня это очевидно, как бы, то есть, для людей, которые, ну, еще плохо понимают, вот эту суть вещей, для них, вот, буддизм, это буддизм, христианство, это христианство, это вообще несопоставимые вещи, это, ну, там, абсолютно разные, враждующие, там, категории, для меня, как бы, да, есть буддизм, есть христианство, там, настолько оно все аналогично, что, как бы, я вообще не вижу противоречий, там, никаких абсолютно. Это и есть надвойственность. Противоречий, когда нет, ну, все есть, как есть. Просто разные формы, разные... По сути, другие слова, просто другими словами все назвали, и все. Да, но можно сказать, что дхарма, вот это вот слово загадочное, дхарма, да, или дарма, это такая инструкция по нахождению этого краеугольного камня. Вот так вот, да. Ну, да, в принципе, дхарма это путь, а Христос сказал, что я есть путь, да, вот я есть дхарма, короче, вот тебе и Христос, это и есть дхарма. То есть, по сути, дхарма-то и есть краеугольный камень. Да, можно и так сказать. И для чего он нужен, чтобы ваше здание, которое вот вы строите, вы практикуете, медитируете, чтобы осознать себя, найти свою истинную природу, по сути, этот краеугольный камень, он должен быть основан на этом, иначе это будет куда-то не туда везти, кривь, кость, все это будет рушиться, все это будет ненадежно. Поэтому нужно четко, и вот это вот учение, дхарма, ну, как вот эти три, три прибежища, как в буддизме, опять же, да, то есть еще прибежище в учении, в харме, еще прибежище в будде, в своей истинной природе, в своем краеугольном камне, и еще прибежище санхи, санхи, это как, ну, некая община, некий клуб, сообщество, да, единомышленников, там, где есть люди помладше, постарше, и вот таким образом они друг с дружкой вот идут, взаимодействуют. Не для того, чтобы там эту иерархию так выстраивать, да, для того, чтобы просто помогать друг другу такими светильниками, как бы, подсвечивать дорогу, наверное, вот так. При этом практикуя вот это вот благодарение, поддержку, сострадание, в том числе, такую интеграцию и взаимодействие. То есть не сам я сел в пещерке и сижу у себя сам такой хороший, вот, а как-то вот я с миром взаимодействуя и через него я и продолжаю практиковать, познавать ту же самую дхарму и истинную свою природу. Как-то так. Да. Вот об этом, наверное, надо людям рассказывать обязательно. И вот то, что мы с тобой там в чатике какую-то структуру, вот на эту структуру надо какую-то взять структуру за основу ну просто какие-то может те же заповеди, например, да, или там те же какие-то четыре благородных истины Будды. Ну что-то такое понятное, доступное. Вот спасибо тебе за опрос, что там написал, опрос тоже интересный, кстати. И про питание тоже, туда же как-то рассказать, раз это людям интересно на их языке. То есть интересует питание, а для кого это интересно, кого это волнует. И опять туда же вот так вот заворачиваем через разные такие области, сферы, где внимание это застревает, да, и почему это интересно, и кого-то волнует, кого-то беспокоит, в конце концов. чтобы быть счастливым, чтобы найти покой. Так, вопросов ни у кого не появилось тем временем. Не появилось. Ну окей. Че, Сергей, закругляемся? Да, да. Давай. Всего тебе доброго, хорошего. И всем, друзья, желаю всех благ. Давайте. Пока-пока. Пишите письма. Сейчас выложу в YouTube в нашем заседании. в YouTube. Спасибо. Пока-пока.